Добрый день, уважаемые трейдеры компании iMarkets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Посмотрите видео до конца, в конце я скажу на новости, на которые стоит обратить внимание, чтобы заработать. И перейдем к сделочкам, которые я подготовил для вас. Фунт, японская иена пробила консолидацию вниз, сейчас движется вверх. Если дойдем до уровня 150, это зеркальный уровень сопротивления 150.957, то здесь будет сигнал на продажу. Евроканадец прямо сейчас находится около зеркальной линии поддержки, я уже купил, вот и вам тоже рекомендую. Это у нас уровень, как мы видим, 1.4977. Далее, еврофунт. По еврофунту такой нюанс, значит, вот мы видим, что цена дошла, почти дошла до сопротивления и развернулась. Это, с одной стороны, говорит о том, что сигнал сопротивления уже отработался, но еще не на 100%. То есть здесь сохраняется сигнал на продажу в районе цены 0.8597, но этот сигнал уже ослаблен. Если бы цена ровненько дошла до него, был бы хороший сигнал. Сейчас он уже слабый сигнал, но с пониженным лотом можно зайти в сделку. Также, если двинемся вниз, то в районе 0.8543 можно покупать от зеркальной линии поддержки. Новозеландский доллар также пробил консолидацию вниз. Если двинемся наверх, то в районе 0.7069 можно будет продавать от зеркальной линии сопротивления. Также наверху линия сопротивления классическая 0.713, а 0.7135 от нее продаем. Японская иена развернулась наверх, тем самым сформировала линию поддержки. Поэтому, если вернется, у нас будет покупка от линии поддержки. Либо две продажи от классических линий сопротивления в районе цены 110.278 и 110.035. Доллар швейцарский франк находится в восходящем тренде, но при откате, скажем так, обратно к зоне зеркальной линии сопротивления, точнее зеркальной линии поддержки, можно будет сделать сделочки на покупку по цене 0.9240. Австралийский доллар, швейцарский франк движется наверх. Да, тут у нас есть горизонтальная линия поддержки, но если двинемся наверх, то зона сопротивления в районе 0.6782 продаем. Ну и золото. Золото также находится в нисходящем тренде, особых пока здесь сигналов я не вижу, за исключением того, что если все-таки она вернется наверх к зоне сопротивления, то в районе 1794.53 можно будет продавать. Вот такие рекомендации по терминалу. Давайте глянем экономический календарь. На этой неделе у нас очень много процентных ставок, обратите внимание. То есть вот в среду решение по процентной ставке ФРС будет, ну также там заседание, заявление ФОМС, пресс-конференция ФОМС и так далее, что повышает волатильность. В четверг решение по процентной ставке в Швейцарии. По новостям на этой неделе все, пожалуй. Торгуйте с удовольствием, подписывайтесь на канал, смотрите мой канал по ссылке в описании. На нем я тоже делаю выпуски еженедельные по своей торговой стратегии. Торгуйте с удовольствием, всем пока.